А вот депутат Артёменко, чьи предложения по урегулированию ситуации на Донбассе перевели к скандалу в Украине, снова в Вашингтоне. Опять раздаёт интервью местным СМИ. Не вызовут ли они новый скандал? Общался с нардепом Дмитрий Анопченко. О его приезде мы узнали от американских журналистов. Артёменко только за один день, сразу после прилёта в Вашингтон, дал ряд интервью, в том числе CBS, NBC и крупным газетам. В общем, присоединяемся к коллегам, застав Артёменко в конгрессе, где с утра было несколько встреч. Нардеп уверяет, стал заложником войны журналистов против Трампа. Всю американскую прессу, что происходит в Украине, не интересует вообще. Сколько человек погибло, какие у нас экономические условия, в какой жизни мы сегодня живём, их интересует в последнюю очередь. И самое главное доказать, что вот нашёлся человек, каким образом подтверждается контакт между администрацией Трампа и администрацией Путина. Полная ерунда. Артёменко говорит, его намерений просто не поняли. В том числе и в Киеве, где он уже дал пояснение следователям. Теперь претензий, по его словам, больше нет. Поэтому скандал в прессе не стал для него поводом отказаться от своего плана. Суть которого – сделать Соединённые Штаты стороной переговоров. Этот план продвигают сегодня в том числе и министры иностранных дел России и Германии, которые говорили о том, что да, пора всё-таки американцев посадить за стол переговоров, потому что без них это не получается. План – это понимание о том, что сегодня в изменившемся мире роль Америки как ключевого государства настолько велика, настолько возросла, что если американцы не сядут за стол переговоров, у нас этот конфликт может быть таким же затяжным, как на предистровье. В ответ на мой прямой вопрос, что же он тогда делал в Москве? Ведь нардеп фигурирует в списке тех, кто недавно летал в российскую столицу. Артёменко неожиданно сообщает, мол, его поездки были согласованы с СБУ. А о целях такая. У меня есть друг, фамилия его Николай Корпёк. И часть нашего плана, наших мирных инициатив – это освобождение всех украинских заключённых, которые находятся сегодня в московских застенках. Так вот, мне очень приятно, что конгрессмены, сенаторы подготовили письмок на имя президента России Путина, где просят освободить человека, амнистировать его. Вот чем я занимался вместе с американскими коллегами в Москве. Я не говорил об этом раньше, потому что не имел на это право. Мне приятно, что СБУ, с которым мы согласовали все полностью свои шаги, что она поддерживает нас. По словам нардепа, в стремлении освободить Корпюка его поддерживают несколько влиятельных конгрессменов. Да и в целом, несмотря на смену политических элит, в Капитолии достаточно людей, заинтересованных в помощи Украине. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.